Бывший дом культуры Меланджевого комбината заметно преобразился. Его трансформации продолжаются. В этом месяце подрядчик приступил к работам в правом крыле здания. Успешно ли начался ремонт, лично проверил мэр города. Сейчас на дизайне видим, что мы пытаемся повторить интерьеры левой части здания, чтобы была общая концепция. Это и кирпич, это и деревянные панели, это малый зал, где мы хотим сделать по принципу атриум. То есть не стулья туда-сюда, чтобы это было, а вот как раз эти трибуны. Из городской казны выделили 44 миллиона. На эти средства в здании создадут медиакластер. В развитии центра большую лепту внесло его руководство. Удалось получить грант 6 миллионов рублей. На эти средства уже в ноябре закупят необходимое для занятий ребят оборудование. По условиям гранта втянуть в журналистику, печатную и телевизионную, а это основное направление для нового пространства притяжения, нужно будет 900 школьников. Конечно, с открытием правой части здания, которые чуть-чуть, но больше, чем левая зеркальная часть на 200 квадратных метров. И плюс планируется после ремонта открытие малого зала концертного на 250 посадочных мест. Мы очень надеемся, что как раз все большие мероприятия городские мы будем проводить как раз в этом зале. Притяжение сейчас комфортный, просторный и современный центр. С 1 апреля количество учащихся выросло на 500 человек. Жители микрорайона в восторге. Детей здесь задействуют в театральных кружках, в ИЗО-студии, на занятиях по мультипликации, фотоделу. Все кружки бесплатные. Будем надеяться, что у нас все получится. И за несколько лет мы городу вернем новый действительно дом культуры, современный, наполненный улыбками детей. И, конечно, который будет открыт для всех, в том числе людей старшего возраста. Некоторые помещения центра в аренду берут спортивные федерации. На свои средства делают ремонты. Здесь буквально на каждый метр есть желающие. Центр притяжения укомплитован полностью. И если ребята приходят и еще хотят заниматься в каких-то направлениях, их берут. Единственное, хочу сказать, что когда будет выполнен ремонт правого крыла центра притяжения, здесь как раз соберутся ребята, кому будет интересно работать с школьной газетой, кому будет интересно работать с телевидением, кому будет интересно работать в таком направлении, как радио. Есть перспективы на ремонт центральной части здания. В планах начать работы в следующем году. Это будет первый этап. Нужно сделать входную группу, чтобы не загружать флигели, раздевалками и подсобными помещениями. Холл объединит два крыла. Вопросы остаются по ремонту второго этажа и центрального зала. Они требуют колоссальных вложений. Поэтому, вероятно, решение затянется на несколько лет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.